Твоей милости, прибудь с нами, чтобы мы поступали, говорили по совести, которую Ты дал, и этим отречил человека от животных. Умудри нас во спасение, Христе Божий наш, и Твоим светом осияй души наши, и чтобы свет этот был негаснущим. Прибудь в этой беседе с нами. Научи нас быть открытыми, честными. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Садись, если вы. Это практически продолжение вчерашнего разговора. Потому что одного человека не хватало, который на этом задействован, Виктора Николаевича Савченко, вот он сидит рядом. Я был у батюшки сейчас, оказывается, это уже идет о батюшке. Поближе. Поближе, может, удобно. А батюшке, что ты сказал, мысль тебе пришла, что я Вите сказал, у тебя не работать. А теперь, оказывается, батюшка говорит, на него сказали, что он сказал не работать. Эти слова, которые не соответствуют действительности. Я тебе вчера говорил, ты говоришь, ну да, ты что сказал, я так подумал или помыслил. Как ты объясняешь тем, что пошел ты, Лена уже знает, уже разговаривает, и за этим еще больше разговоров было. Это мне уже вдогонку долго. Ты еще больше, Игорь, говорил. Больше, я ничего не говорил. Больше не говорил. Сейчас узнаем. Но эти слова, почему ты пришел, когда речь касается меня, и видите, никого больше нету между нами. Зачем ты пошел куда-то вовне, к людям, которые к этому делу вообще не имеют отношения? Значит, тебе эта молва нужна? Иначе зачем бы ты пошел, которые никакого отношения к этому не имеют, никак. Даже если я ей говорил, а при чем тут они? Ты подошел и говорит, скажи, выговори брату твоему, чтобы впредь не говорил, если он говорил. Я не так стал говорить, я спросил, может быть, ты знаешь причину, в чем дело? Кого ты спросил? Игоря, и все больше, я никуда не ходил. Кого спросил? Игорь Барбаша? Да. А при чем он тут? Ну, они близки с батюшкой. Думал, может быть, он разговор... Зачем тебе выявлять, когда человек рядом здесь? Пойти чужого? Ну, он мне ответил конкретно, четко и ясно. А, подожди, сначала так. Зачем идти спрашивать другого, говорил ли он нет, когда сам говорящий здесь находится? Да не то, что говорил, а знает ли он, может быть, в чем-то причина. А зачем спрашивать, знает ли он, когда тот человек, который в этом участник, фигура его здесь рядом? Ну, он мне конкретно сказал, что отказываю, и все. Все? На этом ты не удовлетворился. Значит, ты должен признать его лжецом. Почему лжецом? Ну, если он сказал, что... Но он сказал свое мнение. Да, дальнейшие действия-то какие? Надо собрать себя вместе и узнать, а какая причина, почему? Я же надеялся на это. Ну, ты неправильно поступаешь, брат. Куда-то вовне пошел, а... Нет, это вовне, вовне, потому что вот этот разговор, он рядом с нами. Мне было очень больно. Я его спросил, как брата своего, говорю, может быть, ты знаешь, в чем причина? Почему? Кого спросил? Игоря Барабашка. Да при чем тут Игоря Барабашка? Ты его должен был спросить. Ты как, то ли, то ли, не понимаешь, о чем я говорю. Что вы спрашиваете? В процессе... Витя, я тебя спрашивал. Почему? Да, спрашивал. Все. Вот теперь и все. Сказал он, вопрос окончен. Вообще спрашивать нечего. А спросить-то есть о чем. Вот ты идешь, у тебя бумажки на беседу, ни разу я не видал, да и не будет. В первую очередь, я тебе сейчас буду задавать вопросы. Ты просто быстро отвечай. Почему не ищешь совета? Я только что от батюшки. Он говорит, это главный вопрос. Я приглашал батюшку, а это бесполезно. Это бесполезно. Он совета не ищет и выполнять не будет. Я говорю, ну когда он будет записан, он будет смотреть. Да будет он тебе еще каждый день проигрывать что ли там, вот он камера там. Батюшка, это имеет ли на основании это говорить, что ты не советуешься? Как ты считаешь? Я же все время с ним беседую, рассказываю, что у меня есть. Батюшка сказал, что ты не советуешься. Я спрашиваю, ты согласен с этим или нет? Ты не ищешь совета и не записываешь его и не видишь, как оно исполняется. Совет ты принял, точно делать по совету. Почему? Я делаю, как советовали меня. Когда это было у тебя, по какому совету? Тогда скажи, я спрашиваю. Ну а дальше-то что? А что конкретно вы имеете в виду, что я не спрашивал? И что это? Ну вот сейчас, допустим, тебя, как быть, вот они уезжают, у меня скотина, что я должен делать? Ты этот вопрос батюшке задавал? Мы сидели у мамы, позвонила Наташа. Ну и она передала разговор их в машине, с Виктором, с Володей. Вот, что батюшка сказал, ну Володя говорит, ну ты поможешь спасти, а ты, Витя, будешь доить. Я воспрял духом все, думаю, ну как... Батюшка сказал, ну пусть он пасет и делает, как-то так. А сказал, что Виктор будет помогать, пасти, ой, доить. Наташа передала мне этот разговор, я был у мамы, как раз слышал. Я успокоился, все, что уговорили. Нормально, да? Ну а тут... Значит, работник, который будет работать, с ним ты не договорился, а сказал батюшка, позвонил Наташе, сказал Володе, решает-то тот, кто будет, будет ли он. Мы-то после занятия-то, я его подвел, Витя, ты как ты, сможешь помочь мне доить? Я-то его начал спрашивать, я за него не перепрыгивал. До конца-то, это договор составлять надо, не просто подоить. А что тогда договор, если он не отказал? Что сказал? Ну, Витя сказал, что я не буду помогать. Что ты ему сказал? Что именно? Ну, Витя, будет работать, Витя, а ты что ему в ответ сказал? Ну, я сказал, что нет, и назвал причину. Сказал причину, нет. Причем тут Наташа, батюшка, где-то ты... Это было уже потом. Да и потом уже нечего, раз он отказался. Теперь задача такая, как это сохранить? Главное, тебе нужно сохранить коров, и чтобы у тебя был достаток. У тебя главная цель, вот, вот, что в этой системе-то. А ты какие-то разговоры, где-то что-то ведешь. Никаких разговоров. Это не надо совсем. Никаких разговоров. Я подошел к Игорю, как близкому человеку спросил, может быть, он что знает? А он что сказал? Ничего, говорит, ничего. Он и не может сказать, он в разговоре не участвовал, по силам не будет. Ложный след. Я повторяю, ложный посыл и ложный след. Ты с этим согласиться должен. Иначе это так будет дальше. Со мной, у тебя, я тебе квартиру не обещаю, у меня жить-то. Но сказал, что если вот так вот будем согласны, то так. Зачем к другому идти? Мы двое договариваемся. Двое, больше никого нету. Значит, посыл неправильный. И идешь ложным следом в данном вопросе. Дальше. У меня вопрос сразу возникает. Вот говорит, я смотрю Женя, я знаю, первый возвращается из города Женя. Почему? Мало клиентов у него. Но Игоря больше клиентов, и он возвращается раньше тебя. Твои клиенты хуже покупают, а нет, оказывается, Игорь там свободно, живет день, живет второй день, ты позже всех приезжаешь. Это так? В смысле, зимой? Да и летом ты приезжаешь позже других. Летом я какие закупки делаю для стройки, у меня же дома ремонт, я доделываю. покупаешь? Конечно, потому что потом у меня в разных концах города точки, мне приходится ехать туда, потом возвращаться, закупки делаю. Почему этого нет у барабаша? Вот этого. Он тоже строит, что-то там делает, покупает вещи. Сколько раз он позже, мы с ним, сколько раз он позже меня приезжает. То есть, ты максимально быстро возвращаешься, и быстрее невозможно. Надо обязательно на второй день остаться. Я говорю о втором дне. Вам рассказать о втором дне? Да, о втором дне расскажи. Значит, я стою, управляюсь. Когда я управился, параллельно я варю творог утром, потом расфасовывается молоко, я управляюсь, даю, кормлю скотину, вычищаю все. Вот, как раз начинает светать, пока загружаюсь. Часов 10 я с дому выезжаю, и только в 2, в третьем я в городе. Я успеваю обойти две точки, ну, ехать в город и две точки обойти. Вот, утром рано я встаю, встаю, вот, да, продаюсь, да, торговываюсь, потому что летом, зимой, желающих очень много купить, надо всех объехать. И возвращаюсь домой, и бывает, что я с Игорем возвращаюсь, или раньше его возвращаюсь. Вот поэтому я и задерживаюсь, потому что зимой, и мне страшно ехать ночью. что ты сделал для того, чтобы возвращаться, как они? Вот, Игорь утром ущищает, пропускает, творог варит там, или что-то, нет? Барабашит. Нет. Тебе так нельзя по его графику жить, по его графику выезжать в 5 утра и быть в 8 там уже, в городе. Ну, если бы это где-то далеко было, ты бы сказал, ну, там проверить надо ездить, так ли он делает. Но ты знаешь, что именно так он делает. Утром он не заходит даже туда. Он уже в 5 утра уже машина его в пути гудит. Ну, мне, честно, мне просто ночью страшно ехать, потому что у меня снегоход старый, у него новый. Он более уверенно себя чувствует. Я говорю, даже летом. И летом, а летом мы вместе выезжаем. Летом рано уезжаешь. Конечно. Я выезжаю. из 10-ти 5. все ли ты сделал, посоветовался с Игорем, чтобы, Игорь, у меня старый снегоход, ты меня доведи до этого места, дашь ты на машине до этого, чтобы вместе ехать не бросить. Он тебе еще отказал с собой ехать? Кажется на своем снегоходе. Почему вы в Росте? Я с первого дня против этого. Везде люди едут в вязанках, альпинисты, на одной веревке. Бывает затруднение какое-то, его вытащить другое. Здесь по Вросе едут. Вы не сегодня это, вы все годы ездите по Вросе. Мне по здоровью тяжело в 4 утра вставать, уезжать, и тем более Серега мне утром встает, он в морозы сильнее, и мне машину греет. А у Игоря не прогревается машина. То есть речь идет только о здоровье. О здоровье, о машине, то, что она легче, он прогревает машину, утром встает. Ну ты с Игорем советовался, но здоровья я тебе не дам. Значит, о здоровье я тебе говорил, где твое здоровье зарыто. Ты его не раскапываешь. Или рассказать еще раз? Да знаю я. Ты знаешь 4 качества, которые приводят человека к излишнему весу, ну это такое выражение, к ожирению. Первое, обжорство. Везде пирожки покупаю, еду, хватаю. Второе, лень. Лень это не означает, что ты не работаешь. Означает не потеешь. Не все выкладываешь по своей комплексе. Третье, спанье. Днем ложишься спать. Ну не ты, другой там, ложишься спать. Четвертое, это беззаботность. Даже вот сейчас, мы договорились в 10, ты приходишь почти в 15. Мы стоим рядом, рядом. Сосед, бог о бог. Тут даже никакой нужды нет. Не обязательность. Почему не обязательность? Я сейчас не закончил. И в церковь даже, вот последние два раза, ты не опоздал. Все время. Две-три минуты. Они ничего не решают. Нет там творог пропускать. Ну вот, выключили и целый день нет. И пропускаете. Остановилось. Все. Ни раньше, ни позже. Сейчас как раз свет погас. И Женя, и все побуждают. Вот где-то, понятно. Я не верю, что это само по себе. Вот так обстоятельства складываются. Вчера этого не было, позавчера не было. Беседа одна с тобой, единственная. И в этот день ветер другой, с другой стороны. Деревья. Срочно надо. У Жени там, Женя сидит, вообще не вылазит. Тут вылезли с дому и ходят, что? Чтобы не составилась беседа. Нам не безызвестны умысли сатаны. Понимаешь, нет как? Вот на днях было, какое? Вот он сидит, Витя. Машина стоит больше месяца на улице, газель наша. К ней не подходит, с места не двигает. А у нее не работает аккумулятор. Сразу теперь, Вите надо уголь на этот день. Машина не дергается. Он даже не знает, что она недвижимая. А она стоит на пути самосвала и не проехать ему. Он на улице может ведрами таскать будешь. Дальше. Витя убирай. А он не движется. В этот день, вторник, уезжают все, а аккумулятор взять надо там у Игоря. Теперь надо звонить. И в этот же день конференции Витя сам уезжает. Ты понимаешь, вот все, чтобы именно на этот день вот так все вот так совместились. Ну, это очень большой процент невероятности. И теперь я скажу. Вот точно такая история здесь. И ты задерживаешься, никакие. Хотя бы позвонил. Ребята, простите, я не могу. Тут электричество меня пол бы ударило или что-то. Ничего нет, не пришел. Мы стоим, я всем сказал, прийти на 10 минут раньше. Тебе это противопоказано, прийти на 10 минут раньше. Ты на полчаса больше приходишь. Игорь был, я говорю, Игорь, барабаш останется здесь. Сейчас брат Игорь придет поговорить. А это он через полчаса. То есть тебе не верят. Полчаса, у меня генератор работает, сепаратор сепарируется, волка осталось чуть-чуть. Все, я знал это. Я знал, что на это будешь ссылаться. Я-то когда с вами разговаривал, Свет-то был? Был. Был, и все шло. А все стало, что главное, сепаратор или друзья собрались здесь, тебя ждут? Что важнее-то? С сепаратором ты не договаривался. Еще раз говорю, с сепаратором ты не договаривался. У тебя нет понятия вот этого честного отношения к взаимоотношениям. А это не годится. Ты сказал это слово. Ты должен был, говорится, на колени пасть попросить. Простите, ребята, вот такое делал, у меня сепаратор, тут я теряю золото, тонну. Простите меня, Христа. Вот так. И на будущее имей в виду. Ты мужчина. Слово твое твержее золото. Да, да, нет, нет, а все остальное от кого? Тебе что доказывать-то? От лукавого. Дальше. Мне говорят, Игорь ни в чем не признает вину. Он обязательно вину возлагает на другого. Так ли это? Я озвучиваю то, что сейчас мне сказали батюшка Игорь, Барабаш, Лена там, и у кого я был. Я для чего это тебе сейчас говорю вот это? А подожди, для чего это все высказываю тебе? Подождите, ну а в чем конкретно? А подожди, для чего? Ты вопрос мой не слышишь? Для чего я тебе это сейчас высказываю? Да слышу я. Для чего это высказываю тебе? Ну, недостатки мои высвечиваете. А почему тебе мысль не пришла, чтобы ты высказывали того, чтобы ты таким не был, чтобы ты рос духовно? А он высказывает, я как Миша, а кто сказал? А кто сказал? А кто застучал? Кто заложил? Ну, конкретно в чем я отказывался от своей вины? Так, я хотел Игоря сказать вот здесь. Вот где, что у Игоря нет, он обязательно ищет вину в другом. Но это мнение, не его одного. Батюшка тебя неплохо знает, Игорь, Барабаш, тебе не враг. И вышла Лена, она подтверждает прямо, да, так, он обязательно как в ком-то вину. То есть событие уже происшедшее, вина, вина вот такая. Ты скажи, женой у меня, это моя вина, бери на себя. Был бы ты другой, я тебе говорил, она была бы другая. Тебе говорил это? Я тебе эти слова говорил? Говорили. А? Говорили. Говорил. Говорил, потому что я исследую в стороне, а стоя от тебя, и ты мне не безразличен. А разговор такой идет, вот это вот, к самооправданию. Самооправдание, особенно развито у того, кто не отрекся от самого себя, отвергнись себя, возьми крест, следуй за мною. Ты крест пытаешься сбросить. У тебя все решается в том, а я крест положу, и другим боком пойду, и другой крест возьму, другой, другого тебе не дано, твой этот крест. И ты вопросы ставишь абсолютно неправильно. Я тебе говорил, первая у тебя задача, спасти душу. Первая. Вторая задача, чтобы дети не страдали из-за вашего неблагоразумия. Я очень мягко выражаюсь. Что у тебя не ладится, что она там против, дети не должны страдать из-за этого. Они все против, они тебя поносят, я сказал, кругом проклятия, она окружила этот дом. Вам собаки не нужны. Как один сказал, человек, такая же ситуация, а зачем, дом превратили в конуру, и живут там 40 собак, которые лают и лают, они больше ничего не знают. Ты вопросы не задаешь, и за советом не приходишь. А вот самооправдание, это уж я тебе могу сказать. Ну вот такое, а тут сепаратор, а вот ты даже сейчас это говоришь. Оправдывай свое опоздание. Ну я объяснил, как ей все сказал. Дальше. У нас Павел, брат, уезжал на месяц. Он попросил Любу. За корову, у меня корова когда была. И она целый месяц берет молоко. Это законно? Он сразу договорился с ней. Ну он договорился. Договорился. Он с ней договорился. И никто не... Игорь поехал, Женю попросил, Женя подавил, а молоко все унес домой. Значит, вопрос сразу о заплату. Просто кормить паразитов никто не будет сегодня. И с Витей разговор пойдет по-другому. Ты уезжаешь рано, он утром выщищает, утром доит, все остальное на нем. Молоко дождется в зимнее время. И полностью, до копейки, сколько ты выручку знаешь, выручка за один день принадлежит ему. А она почувствует сразу это. Что не все здесь. А вот теперь она, пускай решает так. Ты, жена, должна была этим заниматься. Мне приходится нанимать. И твой, который тебе в рот, перешло в другом. Это на суде ты можешь сказать, идите подтвердить. Не торопись. Обдумай. Ты не жадный. Вот в чем дело-то. Ты щедрый. Я тебе подсказываю. Тогда двое суток тебе будет заказано там, в лагере-то. Это сказать, в этом быть-то. Ты будешь знать, что приходишь, на один день нанял человека, он убирает. А это не летом подоить. Это сено задать надо. Это напоить надо. Это надо вывести навоз. Все, что ты делаешь с коровой, он делает. Почему ты за коров своих получаешь, а он не получает? Потому что я организовываю все. Ну и организовывай. Я тебе рассказываю как? В этот день тебя нет, тебе сохранить коров надо. Они сохранены. А приплод относится к нему. Это абсолютно законно. У нас деревни, это я тебе показал, Женя забирает, Люба забирает, Витя ничего не получает. Ты сразу вопрос этот поставь. Труд должен быть оплачен. А работнику к вечеру притом, чтобы он не лег спать, не получив. Ты приезжаешь на следующий день, деньги на кон. Сколько за один день? Заранее нужно договориться. И тогда два дня тебе заказаны будут. Ты постараешься вернуться. Почему деньги пошли в другой карман? Это абсолютно справедливо. Труд должен быть оплачен. А преступник должен съесть в тюрьме. Дальше. У тебя вопросы решаются на уровне третьей ступени, бегства. И это неправильно. У тебя главное, ты на бумаге ничего не пишешь, вот эта беда. Ты так не обсуждаешь, не сидишь. Это я пишу тебе, чтобы сказать. Я должен был записать, чтобы ничего не забыть. А ты бы записал и сказал, я думаю так, может мне смену, сменить работу. Может вместо коров завести верблюдов. Один раз пострекось они и все. Может страусов завести. Я уже давно все это решил. Только у меня надо до весны дожить. Но до весны-то надо дожить. Я тебе совет мой давал, коров увеличить. И мне говорят, зарезал бы, продал, отдал я. А я всегда советую количество увеличить, чтобы больше был доход. А теперь, если с моего совета, а как же работник? Работника нанять. Всегда так делали. Вот ты где живешь, вот сейчас здесь, как раз этот, вот маленько поближе, где вот это вот стоит. Здесь эрлихи жили. Вот приезжает он, Роберт здесь. Они жили в доме Шахуриных. Внимательно слушай. Они жили бездетные. Двое. 30 дойных коров, 15 рабочих лошадей, и 130 овец. А уже голубей, как они рассказывают, душа у меня влела. Сколько держали куриц и прочее, не считай. Но был работник. Два или нет, об одном я слышал. Но и работали они не так. Они оба сухопарые, сухонькие. Ну, что тебе показать? Николай Кручина, копите наш. Вот как. И работник получал так, что он построил здесь дом, и мало того, один сколько работал, он всем строил дома, и они давали им жить. Так что коммунисты их даже и не тронули, этих людей. Вот теперь смотри. Пасть бар. Пасти надо хорошо. И хороший пастух, вот, Володя. Ты его нанимаешь. Сколько вы за день платите? У нас за месяц идет оплата. Ну, за месяц посчитать, разделить на 30 можно. Если месяц... Он по дням. Разделите на сколько дней. Это занимается Лена. Деньги выложите, плюс литр молока. Пастуха всегда кормили. Я Володю отпущу. Ты согласен? Да. Согласен. И с Витей также можно было бы договориться. Дальше. Ты слышал такую песню? Мы за ценой не постоим. Нам нужна одна-одна на всех победа и за ценой не постоим. Слышал. Роберта Рождественского. Особенно 9 мая таким маршем она играет. А цену, ты знаешь, какую пришлось заплатить? Много миллионов. А сколько много? Миллионов 30, по-моему. Да. Официально признано уже 28. Вначале говорили 5,8 десятых, и так далее. А потом подсчитали тех, которые вернулись раненые, умерли в течение года в госпиталях. Это жертва войны. И проще. За ценой не постоим. Возьми себе это за эпиграф. Ты за ценой не постоишь. У тебя главное сохранить душу, и чтобы дети твои нормально могли быть обеспечены. Я другое не беру. А она как-то другое не касается. Работать у тебя в доме он может, но при одном непременном условии, чтобы в этот день никого, ни ее не было у вас. Это ты должен обговорить. Потому что от них мы доброго ждать не можем. Любая провокация для них ничего не стоит. Почему? Это вероотступники, где семь злейших поселяются. Лучше бы не познать пути правды. Ты это согласен? Условия это. Но она-то в сентябре еще здесь будет? Она будет доить? Значит, она будет доить. Когда? Если он согласится, я еще с ними разговаривал, ты с ним будешь говорить, не я разговариваю. Если он согласится, а ты помолись об этом, то условия его непременные, чтобы ни ее, ни детей в это время не было. Потому что это девчонки. Если приедет Максим, значения это не имеет. Максим в это время может приезжать и прочее. Ты меня понял? Да. Сохранить брата. От нее мы можем ожидать чего угодно. Она сейчас копает под школу, я все равно закрою. То есть там идет анафема на анафему. Полное обеснование, безумие. Но она ничего не сделает. Дело в том, что она себе подписывает приговор только этим. Она не то, что там восстанавливает на старинных благочестивых обычаях. У нее вся задача. Она привлекает специалистов, которые советовали бы, как разрушить деревню. Как уничтожить устав. И на будущее ты уже сказал им это. Еще подтверди. Без формы сюда дети не приезжайте даже летом. Я уже сказал. Все, согласились? Ну, я Гале сказал. Но ты сказал. Детям ты не сказал? Детям еще нет. Но дети рядом были, они все слышали. Сказал только... Нет, ты отдельно. Собери дети. Сядьте здесь. Я ваш отец. Послушайте внимательно. Что тут так это... Даже Гале передать вот это. А встречи ты три дня мурыжил, мурыжил. Разные причины. То я, то ты, то он. Ты пришел первым делом, я бы сказал. Галя, нам предложено... Нами предлагают с тобой встретиться. Условия вот такие. Равное время. Место выбираешь ты. Зови прокурора, судей, милицию. Кого ты кем-то трещаешь ты. Чтобы они поприсутствовали. Но я заранее сказал, она не согласится. Не. Не согласится. А эта встреча еще времени не прошло. послезавтра, 12 дня. Она может еще одуматься. Ты еще раз напомни. Хоть пятый раз. Ты в этом не прав. Теперь. Вчера мне говорят. Я только слухи с тобой проверил. Будто бы ты или Галя тебе это сказала, что мы или ты сам додумался. Тут разброс широкий. Делаем все для того, чтобы ты продал. Все. Был свободен. А так как Игнатий намещает где-то ездить по стране, он тебя берет шофером. И поэтому там тебя будет обеспечивать, кормить и поить. Что-то в этом направлении разговоры ты вел где-то? Я с Игорем такую версию выдвинул. Версию ты сам выдвинул. Да. Я думаю, какая может быть причина, что Витя отказывается помочь. Думаю, школа меньше, один класс. Ну какая? Ну думаю, это только я с Игорем версию выдвинул. Может быть это? Он говорит, я не знаю. Версия выходит от того, что она написана, говорит, уста говорят от сердца. Я скверняю человека, Христос говорит. В одежде твоя она не скверняет тебя. Понимаешь, ты версии выдвигаешь. Ты слишком образованный стал за это время. Просчитываешь все варианты вперед. Вот смотри, какая твоя версия. По порядку. Я никуда не собираюсь. Первое. Все остальное отпало. Ну, вариант такой. Я собираюсь, но теперь заранее тебе скажу. Тебя шофером я никогда не возьму по твоей комплекции. По твоему виду. И дальше, ты шофер-то никакой. Ты только руль крутишь. Ты заел бы меня этими сервисами. Камера смени, сервис. Лопнул хомут на рессорах, сервис. Николай разбирает все. Там шарики полетели в колесе передний столько деталей. Все это дорога разбирает. И потом дважды пришлось ему разбирать. Я только видел где-то. Он до самой мельчайшей доходит. Он шофер высокого класса. Это дальнобойщик. Он по Европе ездил. Здесь вся страна до Калининграда и до Камчатки, говорится, ему известно. Я тебя не унизить хочу. Просто я тебе говорю, что в моих планах если бы и было это поехать, а что говорить, когда мы еще приехали, еще не опомнились, все во сне еще и еду-то. И поэтому говорить назначать никак. Но я сказал одно условие. Без Николая Круччины поездка невозможна. А может быть Андрей. Андрей согласен бы поехать. Да это не шофер. Все, кто со мной ездил, никто не поедет. Он ездил с притиркой и заднюю скорость давал. Вот такая вот между машиной палец не могу просунуть с двух сторон. Любое повреждение он знает, что где, как сделать-то. Вот это шофер. Я говорю только про шоферской. В духовном плане это он никакой. Даже с тобой мне легче было говорить. В духовном плане у него только первые шаги делают и потом кривые. Ты понял? Понял. Так что твои версии они ни на чем не основаны. Просто тебя лукаво им путает мыслями. А тебе этого делать не надо. Значит, речь идет о поездке. Не без меня ты хотел ехать-то, наверное. Да я никуда не хотел ехать. Ну, допустим, эту версию ты проверил телеком уже был. Она возникла у тебя. Рядышком ты здесь. Ириш, я все время сижу здесь. Ты подошел. Если я на Голубятни, я записку на двери. Я на Голубятни номер два. Ты подошел и сказал, у меня такая мысль пришла, что вот если поедете, то хотели меня взять и, наверное, место освобождаете, что я бы был свободен. Я бы сказал, даже в мыслях не было. О, ты засмеялся и пошел. На сатана навеял же мне. Наклал в голову. Вот еще попало. Этого не было, брат. И ты, кандидатура твоя никогда не рассматривается. Мы среди таких людей там бываем до министров. Ты в Чечне никогда не был? Как люди там выглядят? Вот, из Финляндии, шведская стенка на стене стоит. Почему шведская? Потому что тренируется. И Владимир Чевелихин, писатель такой, вернулся. Я два, три года, что ли, он там был. Говорит, вы мне не поверите, но это так. Во всей стране я не встретил ни одного полного человека. Я бы тебя с твоим-то пузом туда выставил. Да что сныешься-то? Кто там пузырь твой, мамону не видал? Не подойдешь только поэтому. Знаешь, когда убирается какую-то на роль, ей говорят, у тебя лишние килограммы. И она после говорит, я сильно хотел эту роль получить. Я сбросила 56 килограммов. Ее взяли на эту роль. Она не подходит по комплекции. Ни под героиню, ни вообще не подходит. Значит, она очень хотела. Если бы я знал, что ты сбросишь этот пузырь, я бы сказал, возьму. По стране. По стране не за рубеж. За рубеж даже и тогда не взял бы. А по стране ты годишься, ты едешь. У нас хорошие отношения и прочее. Вот. Понял? Понял. И нигде, никогда версии, которые тебе приходят, не выдвигая, не озвучивая их. Это отношения наши не может улучшить. Они очень хорошие. А ты говоришь, что такое руками развлаживаешь. Откуда же он это берет? Мне подходит, Лена говорит, так что это, Игоря с собой берете? Да никто его не берет. А чего ты взяла? Да он мне сказал, без меня меня женили. Поговорка такая. С Леной я не разговариваю. Но Лена знает от кого? От Игоря, наверное. А Игоря она кто? Я. Еще дальше-то. Если она хорошо живет с мужем, не по-твоему, то ясно, что и делятся. И делятся так. Значит, у тебя должен стоять вопрос. Другие версии, все, а я считаю, не искренние, советуют тебе все продать, завести куриц от них. Ну, яйца сколько есть, отдал ей. И все на этом. Тебе уезжать никуда не надо будет. Машину я ей отдам, ездить не надо будет. И то другое. Я считаю, это очень несерьезно. Мой совет, только один. Коров количество увеличить. Увеличить. Нанять работника. Нанять работника и оплачивать его по полной программе. Вот мой совет. Он тебе неприемлем? Надо думать. А? Надо думать. Ну, думать. Так, и сколько думать-то будешь до весны, когда продавать коров надумал? Она подала иск. Да, суд. Правильно сделала. Почему? Да потому об этом говорили. Она будет доить тебя. А тут определенные и больше ничего нет. Это давно надо было сделать. Но хорошо, что это она сделала. Так что поблагодари ее. Мы в прошлый раз разговаривали. Твоя-то сестра твоя это говорит. Вторая сестра. Все согласны с этим. Только ты не подавай. Потому что ты не подавал на развод, не подавал на раздел. Ты в этом свободен. И на исповеди хоть где будешь говорить. Тебе не надо трепыхаться. Тебе надо хорошо работать, рано вставать. Здоровье твое будет другое. Я маме твоей давал там. Она говорит, я пользовалась кремлевской диетой. И у нее у меня было там 18 болезней. Ну, конечно, ноги, вены, инфаркт, миокард. Все. Теперь, говорит, ни одной болезни нет. Я забыла дорогу в больницу. Это кто говорит? Женщина какая-то там, которая показывает, какая она была и теперь какая стала, она стоит. Ну, лет 20 минимум она помолодела. Я, говорит, не вылазила из больницы. И глаукома, и поклоны никакие. Теперь, говорит, живу свободной жизнью. Ты сливок съедаешь больше, чем я, а здоровья меньше. Я к чему говорю, что она подала? Явно, что суд будет, а там уже видно будет, а то может придется все вырезать и все. Хорошо, хорошо. Мы договорились, что ты принимаешь это как от Бога. Ты согласился. Как от Бога. В смысле суд? Решение суда. А то у нас было Вадим, Надежда Андреевна там, Вадима Мать. Мы как от Бога примем. И только закончился суд, пошли против решения суда. Опять подают, опять пересуд. Вы же говорили, как от Бога. Это мы записали все. И это можно посмотреть, прослушать заново. Тебе надо будет прослушать, как мы беседуем с Вадимом. Принеси флешку, я тебе скачаю его, материал этот. Один гигабайт, дай мне. И вместе прослушайте, сядьте, беседуем. Он сам, Вадим сидит здесь, его мама рядом, его дядя родной, Виктор Андреевич, Севастьян и Татьяна. Он сам избрал, кого хотел на беседу. Я говорю, ты собери, пройди, кому ты доверяешься. И он избрал их. Эту коллегу, не я набрал он. И у меня дома беседуем. И запись. Там есть, что послушать. О разводе. о том, как содержать детей. Он прибегал ко лжи. Когда детей надо было ему иметь, чтобы детей ему присудили. Он сказал, я работаю в Горном Алтае, 20 тысяч получаю. Когда детей присудили другому, надо элементы. Он говорит, я больной не работаю. И эти справки две у судьи. Судья говорит, да какой справки-то верить? Это верующие. Годится? Сохрани тебя Бог об этом. Если они назначат, сколько судья, а ты всегда маленько побольше давай. Судья назначил по мирским законам, а я делаю по божественным. Судья скажет 50%. Ты плати 60%. Почему? Потому что ты один, а их там много. Это дети от чресал твоих. И постоянно усиливай в них молитву. Уменьши питание свое. Сократи эти калории лишние и передай им. Откажись полностью от сливок, от молочного, от мясного. Перейди на растительное питание. Перейди. Ты не умрешь. Что интересно, сейчас опыты делают. Мышам одним дают высококалорийную пищу, чисто, одинаково, а другим малокалорийную пищу. И более понятливо, она малокалорийная. Они быстрее находят выход, быстрее находят кормушку. Малокалорийная. Почему? Яйца и прочее холестерин засаривают мозги. Ты понимаешь, нет? А состояние человека ожиревшего описывает священное писание. Выкатились от жира глаза их. То есть они делают, вот как у тебя такие. Зачем тебе это? Ты когда приехал, у нас фотография, ты стоишь с ней там, все показывают. Смотри, это Игорь. Это Игорь Глушков, да. Такой молодец, бравый. Жена красавица рядом. Ну, ты помнишь эту фотографию? В рубашке стоишь и прочее. Дальше. Без страха уточняют себя. То есть это потеря страха Божия, когда человек наращивает пузо себе. Я не знаю, тебе известно, нет? Министр внутренних дел Нургалеев. Он издал указ убрать людей с излишним весом и пузатых. Я слышал. Слово пузатых. Слышал? Слышал. И чтобы в министерском указе это, и их начали как шерстить, ну и просчитались. Оказалось, молодежь вообще не работает хуже пузатых. И пришлось пузатых обратно звать и устроиться на работу. Пузатый-то пузатый, а у него опыт был. Но тут он разжирелый. У Рамзана Кадырова, ты знаешь, какой отбор? Он становится вот так вот, который заместитель у него, министр-то там, а это же отдельная республика, на боксе будем проверять, годного или нет. Он их в нокаут посылает. Я видел, как он на заседании ведет, он на заседании, по-щеченски говорит, без перевода. Так, ну-ка встань. Встает майор. А майор, ну это как раз то самое. Зачем он следит-то? Спать пришел сюда. А он, видимо, это депутаты сидят. Среди них от милиционер. Так, выйди отсюда. Вы за меня на другим. Вот это руководитель. Лукашенко, он никого не боится. И он работает, он сухонький. Ты посмотри, как он батька выглядит тонко. Видел хоть раз его? Видел. Он вызвал нас в уделение. И я подарил Новый Завет для Слова Божьего не от уст и кисленому православию Рамзану Кадырову. Ну, через администрацию. Не считая библиотеки национальной. И Лукашенко. От Лукашенко пришла благодарность. То есть этих людей я высчитал сразу, что это люди особые. И с них надо брать пример. И их надо как-то отметить. Ты хотел бы быть на таком примете? Чтобы все говорили, вот как брат умно распорядился. Все другие твои варианты до весны зарезать скотину, убрать, они эти варианты не вызовут удивления ни у кого. Потому что так делают все. Скорее продать, скорее куда-то сделать. А жене вот! Получит она. А ты делай не так. А они делают то, что умеют. А ты делаешь то, на что призван Христом, а не то, что умеешь. Ты должен подавать по мере сил и сверх силы. Дети твои должны быть обихожены, хорошо одеты. А они не работают. Это она за это отвечает. Они учатся плохо. Они ходят в брюках. Это запредельно далеко для тебя. Она отвечает за это. Корми их. Они бесплатков нарушают. Там они нарушают. Здесь они не будут нарушать. Но кормление их не зависит от нарушения устава. Нужно избрать другие меры. Сказать, говорить, подействовать. Ты говори против, что я тебе говорю. Если не согласен. Я слушаю, впитываю. А что мне против? Пока слушаю. Пока ты согласен. Анализирую. Анализирую пока. Анализирую. Мы тебе скачаем копию нашей беседы, и ты прослушаешь. Так. Усиль молитву о себе. Я тебе всегда говорил. А хапку сухого сена у каждой коровы в уголок. И как зашел, там везде помолись. Хотя бы минуты по две. Чтобы в общей сложности у тебя не менее семи было. Не менее что. Помолись. И конечно. А Галле никогда нигде плохо не говори. Никогда и нигде. Ты как думаешь, она звонит сейчас этому бобрику отцу Игорю? В Айдыгею. Думаю, что нет. И почему? Ну она вообще к православию относится отрицательно. Стала относиться. Ну нет. А почему она не звонит? Не знаю. Я думаю, что из-за этого. Не из-за этого. Потому что она написала письмо, батюшка, Игнатий, ваш брат, поперся куда? Поперся. Не поехал. Вроде кто звал. И она знает, что если я там был, то меня спросили, и я ответил. И теперь если она будет звонить, то у него мнение о ней не то, которое было до нашей поездки. Вот еще. Она умнее тебя. Ты согласен с этим? Да, с этой версией. А как ты считаешь, она умнее тебя, нет? В чем-то в жилье? Ну женщины в чем? Ну если она ушла из церкви, в чем она может быть? Да, я согласен. Ну в общем развитие так, даже где-то. Даже умение творить зло, так скажем. В этом да. Ну ладно. Ладно, пока на этом остановись. Но я тебе скажу, не зазирай ее. А она может тебе иногда так ответить, как тебе в ответ жизни не ответить. И она заметь, все подняла на ноги где, а ты ничего. И она за советом, избрала советник, а старшую муху, звонит часами, ты ни разу не подошел, она умнее тебя. В общем развитии, ну а теперь она это все направила в одно русло, разрушить потеряевку. Но я ее не могу убедить, что она не первая, и она ничего не сделает. Никто там, скажи, первый секретарь КПРФ, Железнодорожного района, Бобров, а тот Бобриков, Бобров, Геннадий Александрович, первый секретарь КПРФ. И когда суд шел, а он был свидетелем. И он вышел в коридоре, подошел ко мне, и говорит, только к власти придем, конец вашей потеряюки. А другой раз вышел, вот я что говорил, я вот как тебе дал, ты это размазал, и говорит, этого делать нельзя. Нельзя. И представь, вот этот вот так, он аж трясется его где-то. Но его судья спрашивает, вы с Латкиным знакомы? Я никогда с ним не встречался, и не было желания. Потом поставил, но ваша честь, был Конгресс интеллигенции, и там было много людей. Это Конгресс интеллигенции общероссийский. Там лауреат Нобелевской премии был, был Алферов, Жарес, выходят, выступают профессора, академики, и вдруг вот этот человек выходит, я не знал его, я гляжу в каком-то пиджачишке, простите, задрипанном, вот, в валенке. Что он может сказать здесь, Ваша честь? Но вот он заговорил, и я только прошептал, Златоуст. Он забыл, что он враг, и он против меня свидетельствует, и это он говорит, а судья сидит, она не на их стороне, и она сидит и улыбается. Ваша честь. Так вот, добейся на то, чтобы если жена тебе будет где-то плохо говорить, чтобы она сумела сказать, вот в этом мы не правы, мой муж не такой, он меня не покинул, меньше платить не стал, дети мои обихожные, я не работаю, здесь я не позволю, поверь, ты прошибешь ее сердце. У меня отец, он пил, когда пасет, и матерился все время, когда пасет и не пасет. Нам негде было пример брать. И вот сидят мужики пьяные, и начали говорить, ну что у тебя от сын-то там, с ума сошел, там начал, там Бога верить, другим говорит. Мой отец с одной рукой сразу взглянул, переменил разговор, ну уж если верить, то верить, как мой сын Игнашка верит, так сказать, до конца. Все. То есть, они наступили на то, где пробить уже было нельзя. И поверь, приезжал Дворкин, главный сектовед, Александр Леонидович, и айпархия сделала какое-то общее сабанту, и силовые структуры. И кто-то там выскочил вопрос, скажите, а как вы относитесь к Лапкину? А он главный сектовед по стране. Да это псевдоправославная, это у него завучина где-то. И в это время, говорит, стал майор, я не знаю, кто Ардов фамилия, или кто. И это мне позвонила завкафедра теологии, Воловуева Марина Маратовна. Он встал и говорит, а мы Лапкина уважаем. Он нигде не лукавит. Он какой есть, такой и есть. Он все правду говорит в глаза. И сказал, нам это подходит. За мной следить не надо. Вот этого они ожидали. Они все сразу и сели, потому что слово этого человека от Алтайского краевого управления ФСБ имело значение. И он дал мне характеристику. Хотя я по их ведомству несколько раз проходил. Ты сделай так, ты сделай так, чтобы враги с почтением встретили твой прах. Мы смотрели Чингисхан, и он стоит, и там, который как бился-то этот мусульманин-то, его только можно было догнать. Он говорит, не трожься, это великий воин, он достоин того, чтобы убежать. Он когда прорвался последний раз на плюстень-то, Гаврилов-то был, Брестскую крепость защищали-то. И когда захватили, он один сдерживал сколько дней, то немецкий генерал, который был здесь, оказать всяческую честь ему, в лучшую больницу положить. Он достоин этой чести как солдат. Я как солдат говорю, чтобы если мои солдаты так воевали, мы бы стояли уже не под Брестом, а под Москвой. Вот так, чтобы враг признал тебя. А у тебя, как Богачев говорит, самый главный враг, это моя, говорит, теща, всю жизнь была. Ну, у тебя жена. А ты сделай так, чтобы она и труп опозоренный твой с почтением встретил и враг. Как Некрасов пишет. Вот поставь тебе такую задачу, чтобы мать даже тебя не будет, чтобы она сказала, как нам было хорошо с отцом. Он нигде не лез, мы как хотели, так и жили. Он кормил и поил нас. Я тебя, Игорь, не обидел этим? Нет. Нет. Мой тебе совет, весна ничего тебе не должна изменить, кроме того, что телок превратишь в коров. Дети растут, им требуется больше покупать там платья, учебники и прочее. И они это все поймут. Мой совет не сходится с другими советами, которые остаются все продать, стать, отрехнуться, сказать, я вам не нужен, не нужен, вот все ваше, я ушел из дома и бросил. Ты не можешь так сделать, потому что божественного развода не было, измены не было ни с ее стороны, ни с твоей. А мирской суд никакой роли не играет для нас. Она по-прежнему тебе законная жена. И они по-прежнему законные дети. Тебе местный участковый майор Афонин Евгений Николаевич сказал, вы не лишены родительских прав. И может случиться так, придет год-два, она приедет и скажет, я осознал, прости меня, прими, ты примешь ее. Он тебя спрашивал это? Да. А я Алексея Сискова спросил, скажи, милиционер этот у вас, как он? Ну, как. Мне показалось, что он миролюбивый. Ну, смотря для кого, Алексей говорит. Это мы Алексеем записали ролик. С преступником он суровый бывает, хотя это так и должно быть. И он здесь мирил. Ну, надо как-то примирить-то вас. Он стал сколько раз к этому. Ну, какое-то компромиссное решение. Мы говорим, пусть она устав не нарушает. Она нам не мешает. А какой вред она вам сделала? Никакого она нам не сделала. Она не сделала вреда. Что она там вышла, милиции вызывала. А какое последствие-то? Никакого. Она сделала себе хуже. Ты о ней поскорби. Что это роль доносчика, клеветника пала на нее. Это роль. Как Шекспир говорит. И что ты скажешь теперь? Давай. Мы за ценой не постоим. Ты согласен? Нам нужна одна на всех победа. И за ценой не постоим. А цена, главное, это самоукорение. Отвергнись в себя. И тогда перемена места тебе ничего не даст. Ты на другое место перейшь, еще больше толстый будешь, еще больше упрямый, как осел. Еще больше удаляйся от друзей. Тут у тебя рядом друзья, за тебя молятся, а тут мама. Да я не собираюсь уезжать. Кто? Я не собираюсь уезжать. Ну да, ну а к этому подбивай. Кто подбивает? Сатана? Да я не собираюсь уезжать. Ты не собираешься. Сатана уже подбивает, уже к линии далеко забитые. Да что вы, Игнать. Ты мысли... Я уже это прошел уже. Прошел? Ну ладно, ты не осознаешь, я тебе скажу. Меня трудно в этом убедить, потому что я по делам вижу. Ты озвучиваешь ее мысли и говоришь так, как будто это она говорит через тебя. Она в тебя переходит. А ты сделай так, чтобы... Ты перешел туда. Чтобы не потерять. Мне нравится такой момент, Иуда Бенгур. Вот когда она разговаривает с ним, он только отомстить Мессале надо. И она говорит, Дух Мессалы пошел в тебя. Иуда, вот так вот отошел. Иуда, я потеряла тебя. Это настолько тревожный момент. Смотри, брат, чтобы Господь не сказал о нас. Я потерял вас. Дух жены, Дух злоба, Дух лукавства вошел в вас. Чтобы эти слова, которые сказала она ему, нам Господь не сказал и друзья не сказали. Мы так близки со Христом. Если у тебя ничего нет, заострил внимание на то, что совет всегда бери и записывай. И ищи этот совет. Приходи и спрашивай. Ты обязательно сходи к батюшке. Обязательно. Без бумаги к нему не ходи. Вот я сколько сижу, смотри, вот это папки какие. Это все советы. Все это люди мне говорят, что здесь было, вот оно все. И у меня советов эти тома переплетенные. И каждый совет я тщательно разбираю. Батюшка и говорит, продай все и... Я знаю, кто говорит. Наш совет не сходится с батюшкой. А тебе какой люб по сердцу? Мой или батюшкин совет? Конечно, я знаю, что надо скотину держать и помогать им корни. Я вопрос поставил, ты четко отвечай. Конечно, ваш совет. Вот и все. Но ты батюшкин-то совет не отбрасывай. Батюшка прозрительный, он очень мудрый. Если это он сказал, он мерит по той шкале, которую в тебе видит. Что она тебя будет доить и доить, а вот это раздел-то имущества как раз и покажет, сколько. Ты этого человека потерял, Виктор, как работника. Договорись с ним. День, который я уезжаю, до копейки приезжаю и сразу деньги на стол. Тоже, чтобы солнце не зашло. Ну, тут ты уже приезжаешь после. Деньги до копейки и литру молока сверху. А он на день-то остается, не важно, пять коров или пятнадцать, ты сразу решаешь, что тебе выгоднее-то. Нет. А? Пятнадцать коров, я не пассиваю. Нет, нет, я к примеру говорю, к примеру. А что ты, пятнадцать коров нет. Да Господь силен сделать так, что ты будешь успевать и делать. А тут, знаете, сколько факторов еще внешних. Ну, ладно. В общем, так. Что ты делал для того, чтобы было? Ты видел Вечный Зов, фильм такой? Приезжают сугробы снега, они говорят, значит, завод разбивается здесь, так, время столько, через месяц здесь должны танки выпускать. Какие танки? Электричество подведут. Рядом околки вот такие, снег, пурга дует, а ему приход с партией, война идет, враг у ворот стоит. Да ничего нет. Вы знаете, сколько факторов? Оборудование уже в пути. Его разгружают на снег. Еще крыши нет, и завод начал работать. И враг побежден. А по-другому нельзя было, понимаешь? Нет, тебе надо переменить тактику. Ты еще все, как говорится, в мирной обстановке решаешься. Как был, так идешь, и перемени тактику. Иди к батюшке, скажи, батюшка, я останавливаюсь на том, что надо все-таки хорошо содержать жену, чтобы она была у меня как цариса одета. Детей содержать, как княжеских, но я сам, как раб рабов. А, еще. Так, в общем, спать надо меньше. В этом твое здоровье. Ты даже не заметишь, как здоровье начнет улучшаться. И сам на себя взглянешь, взвесься последний раз, сколько есть, и скажи, с сегодняшнего дня, пузо, войну объявляю тебе. И я сумею победить тебя, похоть человеческая. А скажешь, я не могу, а ты скажи, врешь, обманщица, пузо. Мало ящить, мало пить, здраво будешь. Святая так наставляет. То есть, разговариваешь с животом своим. Я тебе покажу, вот так, животу поставлю. Ты у меня будешь стонать, по поросящи визжать. Я тебя заставлю. А что, сэкономлю на этом? На дело Божие. Не забывай. Дело Божие. Дело Божие, а семью обиходить. И все. Я тебе говорю то, что как поступил бы я на твоем месте. Хотя эти слова тебе, они ничего не говорят. Сейчас все, я бы сижу и беду руками разведу. Но я по-другому никогда не поступал. Вот в чем дело. Меня если арестовали, то взяли три магнитофона. Когда пришли второй раз через пять лет арестовать, у меня было их 15. 15. Если я тогда выпускал в день четыре пленки, то в это уже получилось, то уже я выпускал где-то по 150. Почему? У меня много детей по всей стране. Я духовную пищу давал. Надо насчитать и надо распространить. И Бог дал помощника Гаврилова отца, одной кнопкой срывается одиннадцать магнитофонов, одной кнопкой останавливается. И я не ложился спать месяцами. Вот так, как к кровати только прислонюсь, а на нижнем работает магнитофон. И батюшка звонит, как? Да на полу сижу. Это означало, что спать не ложусь. Месяц, второй, подушка меня не знает, постель не знает. К слову сказать, 50 лет почти позади. Моя жена меня не видела лежащим днем. Все? Измени тактику-то. Это жена, она тебе помощь, она живьем тебя в рай толкает. Ты должен смотреть на нее, как на благодетеля, а не как на врага. В Гале море хорошего, она такая добрая. Она таких ребятишек тебе принесла, красавец. Ну? Ты понял? Что сговорит-то? Что скажешь и будем молиться? Ну, надо переваривать, вникать. Ну, переваришь. У тебя есть где варить тут котел большой. Давайте молиться. Так, помолимся. Ну, мы договорились, что ты больше домыслами не будешь добиться и распространять. Нигде. Мы рядом. Ко мне подойди. Говорил, не говорил. Все, точка закрыта. Сразу выщищена. Никому, нигде, никак. Я тебе все в глаза сказал. И за глаза у меня разговоров нету. Я буду повторять, если я только то, что говорила. Будешь молиться? Давайте. Господь и Бог наш, слава тебе. Ты, вечный Игорь, послал Сына Своего, Иисуса Христа, Господа и Бога нашего Спасителя, Который умер за грехи наши по Писанию и воскрес для нашего оправдания. Слава тебе. Нам дано не только веровать, но и страдать. Апостол Павел трижды молился, чтобы ангел сатаны не удручал его этим жалом в плоть. А жало в плоть это все наши гонители. И ты ответил ему, довольна для тебя благодатью моя, научи нас видеть, как ты окружил нас благодатью. И без скорбей никто не спасется. Сколько людей сегодня тонет, погибает на дорогах, пытает их в подземных казематах. Как им тяжело облегчились. А у нас все есть, Господи. мы плывем в этой благодати. И то, что кажется тяжелым, оно такое легкое и по силам нам. Слава тебе. Благослови это место, чтобы мы могли склоняться здесь, прославлять Твое имя. Благослови брата, жену его и детей. И соедини их перед присолом благодати Твоей в молитве, чтобы никто не погиб. Тебе Божья слава, Тебе хвала, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Флешку принеси, мы тебе скинем сегодня же. И ты с ними просмотришь. Еще раз.